итак доброе утро дорогие друзья всем доброе утро сегодня у нас второй урок в новом цикле уроков про благодарность мы закончили изучать к элит как раз время сейчас самое лучшее для того чтобы начать изучать благодарность потому что благодарность это родная сестра счастья и радости это даже не родная сестра это фундамент это причина это то на чем на чем можно построить веселую успешную жизнь во всех направлениях мы изучаем две книги одна книга называется гад о да сад благодарности раб шаломаруш и вторая книга называется называется она сенки так и называется вторая книга спасибо написал эту вторую книгу равзеев зелик листин и мы вот изучаем эти две книги для того чтобы стать благодарными сейчас урок номер два и с божьей помощью как мы дойдем до какого-то ровного числа или 20 уроков или 30 или 40 или 50 у нас будет уже своя система полностью как быть благодарными мы станем благодарными потому что как утверждают оба эти раввина это самое главное в жизни все готовы поехали значит сейчас мы пока находимся в предисловии чтобы понять вообще способ мысли ход мысли равва шаломаруша еще он говорит нам следующую вещь значит то если человек видит я чуть-чуть сокращаю но главная его идея вот я подчеркнул я их прямо главной идеей говорю именно его словами он говорит так что если человек видит запертую дверь что имеется ввиду на небе например зинаида орлова хочет там чтобы всевышний подарил мерседес и вот она хочет и а вот не дарит всевышний не дарит не дарит и не дарит запертая дверь это я привел общий пример но у человека есть иногда даже еды не хватает есть люди у которых не дай бог такие проблемы со здоровьем есть люди проблемы в семье проблемы с детьми если какая-то есть закрытая дверь и ты просишь просишь просит всевышнего а он не никак не реагирует советует нам правшаломаруш что если он был вас благодарит творца за то чего ему не хватает то есть начнет сразу благодарить за то чего не хватает то тут же все и откроется когда ты благодаришь на небесах видят что ты не просишь ни о чем и через эту благодарность вводят тебя во внутренние палаты как бы во внутренние помещения где ты можешь получить любую помощь даже не обращаясь с просьбой то есть он говорит так что благодарность работает как соединение со всевышним когда ты благодаришь всевышнего ты с ним соединяешься и твоя просьба она оказывается там куда ты если бы ты шел с просьбой ты бы туда не зашел что имеется ввиду давайте еще раз подумаем вот у нас есть только сравнение нашего как бы мира его человек он но сидит и думает я хочу например там борщ вот по простому если он сидит он думает я хочу борщ хочу борщ но что но он понимает что чтобы ему получить этот борщ ему надо встать пойти купить капусту там целые у него целый в головняк такой с этим борщом и он понимает что не преодолеет все эти сложности теперь о а в соседней комнате жена его сидит например и он тут вспомнил про жену говорит дорогая говорит так я тебя люблю она говорит почему убери да ты такая у меня хорошая она ну почему он говорит а вот ты борщ когда-то делала когда мы поженились вот это был борщ я помню я всю жизнь его вспоминаю спасибо тебе за тот борщ теперь вероятность того что она сделает ему этот новый борщ она велика потому что если он так ее любит ценит и она знает что ему приятен этот борщ на его конечно больше этот сделает теперь она это грубое сравнение далее авдель но равшаламаруш имеет ввиду что когда ты приходишь к всевышнему с благодарностью то тогда тебе не надо обращаться с просьбой ведь на небесах умеют воздавать за дары знают чего тебе не хватает и тут же дают поэтому книга называется придите во врата его с благодарностью во дворы его с хвалой это есть таилим псалм 100 4 отрывок намек именно на то что с помощью благодарности и хвалы можно войти во врата самого всевышнего то есть вот такой вот интересный подход у него который нам абсолютно ну он понятный да то есть соединение со всевышним это выгодно какие-то совершенно другие уровни влияния на свою жизнь потому что это одно из объяснений самых лучших которые слышал когда-то про молитву что человек когда он становится молиться этот вопрос задал раб шалом раб шлом и вольбе он говорит мне вообще говорит очень странно сама молитва чек становится становится молиться и просит у всевышнего чтобы всевышний ему что-то дал а на что человек надеется что всевышний ошибается что он до того до молитвы его не знал что ему это надо человеку и раз он ему не дал значит такова воля всевышнего чего ты просишь это его был вопрос теперь ответ его такой он говорит нет понятно что всевышний знал и понятно что раз всевышний не давал до молитвы так и не надо было давать раз он не давал значит такая у всевышнего такой план он абсолютно все четко выверивая выверяет но молитва меняет не Всевышнего, говорит Равшлома Вольбе, молитва меняет человека. И когда человек становится молиться, он в этот момент он становится другим, он понимает, что все от Бога. Он уже сразу же, просто идя на молитву, он выполняет уже множество заповедей, которые его меняют. И получается, что человек, который не просто стал молиться, а он сосредоточен на благодарности, он благодарит Всевышнего, то он становится другим. За счет этой благодарности этот человек становится другим. Теперь говорит нам Равшломар уж дальше, так как это предисловие его книги. И он говорит, здесь уместно поблагодарить хозяйку дома моего, стоящую возле меня на всех фронтах. Дела мои успешны лишь благодаря ее заслугам. Среди всех женщин да благословена будет госпожа Мириам Варда, да продлятся дни ее. Нет слов, чтобы описать величие души и преданность нашему общему делу приближения к вере, удаленных от нее и спасению многих. То есть тут он благодарит свою жену очень красивыми словами. Можно эти слова прямо записать, запомнить. Дальше он благодарит своего господина и учителя. Так он говорит. Великая благодарность моему господину и учителю, выдающемуся раввину, рабе Лезеру Берланду, да продлятся дни его. Из его источника пью я. Значит, дальше он идет благодарность моим драгоценным сыновьям и дочерям, чудесным взятям и невесткам. Членам моей общины, самоотверженно помогающим мне везде, где только возможно. То есть он нам сам дает пример, что человек, который благодарный, он не только Всевышнему благодарный. Он благодарный всем. И когда он благодарен всем. Понятно, что он понимает, что все от Всевышнего. И он каждой благодарности добавляет благодарность Всевышнему. Теперь дальше он пишет. Благодарит он рабе Якова Дерцберга за его самоотверженный труд по редактированию материала, вошедшего в книгу. И в конце он говорит очень приятные для нас всех слова. Вот сейчас внимательно послушайте. Это касается каждого из нас, всех, кто сейчас изучает его книгу. Он говорит так. «Вознесу молитву Богу живому, чтобы каждый читатель этой книги удостоился жить в чудесном служении благодарения и благодарности. Благословляю всех моих читателей на то, чтобы, встав на путь чтения и изучения этой книги, они получили бы единение со Всевышним и приближение к Нему. Да отойдут от них все беды и горести, и да удостоятся они избавления телом и душой на всю долгую и счастливую жизнь. И да увидят они вместе со всем народом Израиля приход Машеха и воздвижение храма нашего и совершенное избавление вскоре в наши дни. Амэнь. Сэла». То есть он благословил всех нас. Значит, еще и отлично, что Равшалумаруш и все его ученики и всех заслугие, они нам будут помогать в то время, как мы изучаем эту книгу. И тут же без перерыва мы начинаем изучать первую главу, в которой он, первая глава называется «Путь к избавлению». Чем очень хороша эта книга, что он ее очень пишет коротенькими такими кусочками. И мы будем каждый раз на уроке успевать пару кусочков изучить и переходить потом к книге «Сентю», в которой Рав Зелик Плистин, он дает такой, он современный раввин, американец, и он дает нам такие конкретные алгоритмы, как благодарность внедрять в свою жизнь. То есть Равшалумаруш, он объясняет, почему это важно, а Рав, Раби Зелик Плистин обучает, как это применять. И вместе у нас будет полный шлемут, как говорится, да, полное совершенство. И так, значит, говорит на Равшалумаруш, что «Путь к избавлению». Он говорит, что «Давайте вначале разберемся в причине, почему еврестий народ находится уже две тысячи лет в изгнании, и какая причина вот этого вот двухтысячелетнего Галута, Галут это как изгнание, и когда мы поймем причину и ее исправим, говорит он, тогда сразу же придет Машех. Теперь он говорит, в чем же причина. Он говорит вначале, что Тора, интересная вещь, что Тора это не просто книга, которая там о чем-то рассказывает, это Ораа, это указание, как действовать. И она указывает каждому изучающему ее, каким путем следует идти. И поэтому мы ставим перед собой цель изучить, что говорит Тора об исходе из Едипта, когда был исход из египетского рабства. И, значит, и о каждом шаге народа Израиля вплоть до входа в землю Израиля. И когда мы изучим то, что было тогда, мы поймем, чем была ошибка и как действовать, чтобы этой ошибки не было. Теперь говорит он так. Следующая глава называется «Нытье и жалобы». Наиболее бросающийся в глаза момент на каждом этапе первого избавления – это постоянные жалобы и ропот народа Израиля на трудности и мучения, сопровождающие исход. То есть с самого начала, когда Машер Абейну пришел в Едипет по поручению Всевышнего, и пришел он, чтобы их вывести и везти их в полчи Тору и потом везти в землю Израиля, значит, они сразу же, они жаловались, ну, естественно, было рабство, было тяжело, но они, значит, постоянно жалобы и ропот народа Израиля на трудности и мучения. Значит, они непрестанно, без остановки плакали и жаловались. И на эту тему существует даже ежедневная заповедь. Есть шесть вещей, которые после молитвы нужно повторять, потому что в Торе эти шесть вещей начинаются со слов «Захор, помни». Вот именно есть шесть зихронот, вот все, что в Торе написано «помни», отдельно отмечено, да, вот этим словом «помни», каждый день после молитвы нужно читать. И там одна вещь. Предписано каждый день вспоминать о том, как мы гневили Бога нашими жалобами и нытьем с самого начала исхода из Едипта. Как сказано в стихе, откуда и берется эта заповедь, «Помни, не забудь, как сердил ты Господа Бога твоего в пустыне. С того дня, как вышел ты из земли Едипетская, до прихода вашего на это место противились вы Господу. Главное, чем евреи сердили и гневили Всевышнего, это своей дурной склонностью к нытью и жалобам». На этом мы сегодня эту часть заканчиваем объясняющую, да. То есть дальше мы продолжим. Завтра мы продолжим изучать причину. Но пока, давайте подведем итог. То есть он говорит так, что первое, что мы сегодня поняли, что когда ты с благодарностью ко Всевышнему идешь, то ты заходишь прямо и благодарить надо за то, чего у тебя нет. Это очень сложно, но дальше он объяснит, как это происходит. Ну, допустим, нет у меня борща, а я Всевышнему говорю, спасибо тебе, Всевышний, за борщ. Я же когда-то ел борщ и не мог же хотеть борща, если бы я его раньше не ел. Значит, спасибо тебе за борщ. И даже если его у меня сейчас нет, все равно тебе спасибо за этот борщ, который я ел тогда. Возможно, и когда-нибудь я буду есть борщ. Но я тебя, в принципе, благодарю даже за то, что у меня есть мысли о борще, за то, что я помню о борще, за то, что... Ну, наверное, вот так надо с благодарностью идти даже за то, чего у тебя нет. И он говорит, в этот момент повышается вероятность того, что с благодарностью ты соединяешься со Всевышним наиболее близко, и тогда твои мысли превращаются в борщ. Как уже этот борщ появится, неважно, но он появится. Это первое. И второе, что поведение обратное, теперь усиление этого поведения благодарности приводит мир к исправлению, к освобождению и к тому, что придет Машеах. И теперь он дальше приходит от обратного. Почему длится изгнание и какая главная причина, главная проблема во взаимоотношении с Богом, это нытье и плач, и жалобы, которые были во время исхода из Едипта. Это то, что мы пока поняли. Теперь вторая глава в книге Thank You, Gratitude. Она называется так. Он говорит, я сейчас вам дам формулу, как стать благодарным. Он вот, чем мне нравится Рафзерик Клистин, он конкретно дает формулы. То есть он много не объясняет, но дает инструменты. Он говорит так. Думай, говори и действуй, как будто бы так, как действуют благодарные люди. Он говорит, вот и все. Вот говорит в одной строке формула, как стать благодарной личностью, как стать благодарным человеком. Думай, think, speak and act like a grateful person does. Значит, просто думай, говори и действуй так, как благодарные люди говорят и действуют. Значит, дальше он говорит, это говорит, ну вот оно звучит просто, но вот оно так просто и есть. То есть когда ты будешь думать, говорить и действовать, как благодарные люди, ты в итоге станешь благодарным. Есть известная такая поговорка, что решение рождает действие, действие рождают привычку, привычки создают характер, а характер создает судьбу. Тогда получается, что когда ты, значит, принимаешь решение, все, я буду думать, я буду говорить, я буду действовать, как благодарный человек, и ты на этом решении ты стараешься, то в конце концов ты привыкаешь к этому, и ты становишься благодарным. Как бы ты создаешь свой характер. Все понятно. Теперь дальше он приводит, всегда у него такая манера, он вначале говорит какую-то формулу, потом ее объясняет, как делать, а потом он приводит историю, которая иллюстрирует это. И вот он говорит, как-то подошел ко мне один читатель книги и говорит, вы знаете, говорит, вот читал я вашу книгу, говорит, действительно надо быть человеком благодарным, и я стараюсь, но не получается у меня быть настолько благодарным, каким я хотел бы быть. Но он говорит, слава богу, что это у меня вызывает сожаление. Я чувствую вот какое-то сожаление, что я еще не настолько благодарный, каким должен быть, каким мог бы быть. Так ему Равзелик Плислин, он говорит, так ты вообще делаешь неправильно. Ты у себя вырабатываешь не благодарность, а сожаление. То есть, он говорит, не так же все. То есть, человек, он склонность ума у большинства людей видеть недостаток, видеть полупустой стакан. Благодарность – это наоборот, видеть полуполный стакан. Теперь человек, который работает над благодарностью, он же как должен? Он должен благодарить за то, что у меня есть благодарность, за то, что все отлично. Слава богу. Благодарность увеличивается. Спасибо тебе за благодарность, которая увеличивается. И, значит, она прямо огромна, благодарность. Лучше, чем вчера. Еще лучше, чем вчера. Еще лучше. Значит, это благодарный человек. Теперь что делает тот, который к нему подошел? Он говорит, вы знаете, я вот чувствую, что сожаление, потому что я не такой благодарный, каким должен быть. Я читаю вашу книгу и вижу, что я недостаточно благодарный. То есть, получается, он думает, как человек какой, который сожалеет. То есть, он вырабатывает у себя качество, что вот жалко, что мне не хватает. Теперь человек, который чувствует сожаление, он от этого сожаления чувствует удовлетворение. Почему? Он говорит, ну хорошо, я не такой благодарный, каким должен быть, но я хотя бы чувствую сожаление. Уже неплохо. Уже неплохо. Но это другое совсем он тренирует в себе. Он тренирует в себе какое-то другое качество мышления, неблагодарность. Так сказал ему, значит, Раф Зелек Плистин. Он ему сказал так. Моя книга не может сделать тебя благодарным. То есть, только ты можешь сделать это. Моя книга может дать тебе идеи, как думать об этом. И с того момента, как эта книга была опубликована, разреши дать тебе главную формулу, которая как раз и есть суть этой книги. И только применяя эту формулу, ты будешь по-настоящему благодарным. Какая формула, мы ее уже знаем. Think, думай, говори и действуй, как благодарные люди. И ты станешь благодарным. Все. Вот это единственная формула. Сейчас. Так, так, так. Он говорит, попробуй это в начале недели, и ты увидишь, какие результаты будут у тебя в жизни. Ну, в общем, вот так вот. Хорошо, давайте, значит, что нам понятно? Надо выстроить и надо теперь понять, как думают, как говорят и как действуют благодарные люди. Понятно, да? Важна не итоговая, даже нет. Вот смотрите, в чем его пример заключался? То есть человек читает книгу, понимает о важности благодарности. И вместо того, чтобы применить вот эту формулу мышления благодарного человека, как думает благодарный человек? Он видит во всем полуполный стакан. Он обращает на то, что вот то, что есть, это и есть максимально хорошая величина, за которую надо благодарить Всевышнего. Могло бы быть намного все хуже. Теперь, это как бы главная формула, как мыслят благодарные люди. Он видит, слава Богу. Вот Раф Зильбер, Зиханат Сиди Кливераха, он, я помню, как вот сейчас, он, значит, заходит домой, у него вот он смотрит, ему уже там 80 лет, он в этой квартире живет там, из них 40. И он заходит, вот 80 свои лет, смотрит и говорит, хоромы, хоромы, говорит. У самого царя Давида таких не было хором. То есть он видит в этом, он сравнивает это с тем, что когда-то даже царь Давид жил без электричества, без воды горячей, без ничего. И он видит, не видит там, где ремонт чуть-чуть отсыпался, где там чего-то не работает. Он именно видит, что это хоромы. То есть это способ мышления благодарного человека. Теперь вот этот парень, который подошел к Раби Зелегу Плистину, он говорит, я вашу книгу прочитал, я понял важность благодарности, но я чувствую в данный момент сожаление. Тот ему говорит, почему ты чувствуешь сожаление? Он говорит, потому что я не такой благодарный, каким мог бы быть. То есть он наоборот, даже в себе он увидел вот этот вот полупустой стакан. И вместо чувства благодарности, он почувствовал сожаление. Тот ему говорит, нет, если эта книга, она учит, то есть главная формула этой книги думать, говорить и действовать, как это делают благодарные люди. Все. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы на уроке. Спасибо вам огромное за то, что вы помогаете в Айкра. Спасибо вам огромное, что вы делитесь этим уроком и пишете свои комментарии под уроком, пишете свои выводы об уроке. Спасибо вам за то, что вы применяете то, что вы изучаете в жизни. Спасибо вам за то, что вы делаете заповеди, что вы молитесь за себя и за других людей. Спасибо вам за все, за то, что вот вы сегодня пришли. И спасибо Всевышнему за то, что есть у нас возможность учить Тору. Спасибо, что мы живем в это время. Спасибо, что мы живы и так далее. То есть так думают люди, которые думают благодарно, говорят благодарно и действуют благодарно. Теперь говорит нам Рав Шаламару, что это откроет все двери. Давайте проверим. Мы сейчас начали все изучать про благодарность. Давайте прям проводим эксперимент. Нас сейчас на уроке 70 человек плюс 60 это 130 плюс 40. 170 человек у нас сейчас на уроке. Вот давайте сейчас попробуем. 170 человек плюс за день его видят там тысяча, например, человек. Вот давайте сейчас мы попробуем жить вот в этой концепции благодарности. Думать как благодарные люди, говорить как благодарные люди и действовать как благодарные люди. И посмотрим, что получится. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Мадим Лесимха. Времена для радости. И ходим, узманим Лесосон и для ликования. Все. Всем спасибо. До завтра. Пока.